Декоммуникации, транслирующие ценности и задачи. Для достижения поставленной цели я решила следующую задачу. Проанализировала научные средства применения, графический дизайн, определила образ своей будущей деятельности, выделила основных ее участников, разобрала также их подход к рабочей деятельности и уже на основе этих знаний правильно построила свою стратегию и подготовила для нее визуальную идентификацию, которая включает в себя знак, стилеобразующие элементы, офисную документацию, сайт и мобильную версию. Ну и начнем мы, пожалуй, с названия. По скрипту в названии была заложена идея того, что дизайн — это непрерывный процесс. То есть даже когда проект с вышел, есть вероятности, и чаще всего она так бывает, что заказчик хочет в дальнейшее введение проекта, его поддержку, продвижение и развитие. И никогда, нельзя с уверенностью на 100% предупреждать реакцию покупателя на дизайн. Именно поэтому и пришла идея названия студии по скрипту. Мы всегда готовы совершенствовать проект, сделать что-то после завершения основных работ, так сказать, по скрипту. Также логотип слова PS связан и как фотошоп PS, так же как и по скрипту шрифты. То есть достаточно глубокий смысл. Далее перейдем к дескриптору. Для дескриптора был произведен добрый анализ подходящих слов. И главное это было, чтобы он был прост и запоминающийся. И отвечал полностью, чтобы люди на него смотрели и понимали, что это. Поэтому выбрано было дизайн и воркшоп. К сожалению, на русский язык не переводится слово воркшоп. Оно переводится как мастерская, но оно так же, как и цех, и куча таких же синонимов к этому слову. Поэтому было решено оставить дизайн плюс воркшоп. Далее в основу логотипа и дескриптора лег шрифт Avenir Next Bowl. Впоследствии он, главные цикланные буквы были изменены, чтобы шрифт стал уникальным. Также мной были разработаны стилеобразующие элементы для создания более глубокой смысловой нагрузки фирменного стиля. Я провела долгий анализ и включила определенный смысл в каждый из этих элементов. Ampersand означает идею. Стрелочки русскоязычные означают действие, елочки так называемые. Звездочка означает решение. И мигающий курсив отключает продолжение. То есть, что мы, опять же, продолжаем. Что еще раз поддерживает нашу концепцию. То есть, Ampersand, он знак объединения. Объединение мыслей несет в себе идею. Идея порождает решение. Решение ведет к действию. И все это процесс непрерывного творческого цикла. Также используются элементы сетки построения на фоне. То есть, на каких-то бланках, бабках. Как вы можете это увидеть, на конвертках, визитках. Как вспомогательные элементы и стилеобразующие графики. Далее документация. Документация, выполненная в лаконичных элементах. Присутствует логотип и фирменная типографика с дополнительным элементом курсив в заголовке. Визитные карточки имеют два вида. Белые и черные. Печать производится с помощью шелкоградов. И плентного натиснения на наших образующих элементах. Далее сайт. А, также еще сувенидная продукция была разработана с футболком. Тоже с стилеобразующими элементами и с логотипом. Основная гамма сайта черно-белая. Цвет присутствует только на проектах. Чтобы акцентировать на них внимание и более явно и твичи выкнуть. Как вы можете увидеть, это сетка экрана. Она специально сделана поля по 130 пикселей, чтобы можно было легко адаптировать под любое разрешение экрана. И это космиколоник. И центровое вертикальное выравнивание. На сайте используется шрифт Amvenir Next в различных натертаниях. Основной цвет фона серый. И также, как вы можете заметить, тут находятся наши элементы. Они вам не очень заметны, но когда вы смотрите в реальном размере, вы их можете заметить. Также они будут анимироваться. Цвет, как вы можете заметить, есть только на проекте. И дальше. На главном экране выводится последний проект. Или последний удачный проект. Или то, что цепляет, должно воздействовать и вызывать к действию. Далее у нас идет меню с проектами. В проектах, уже сказала. И далее идут услуги. Портфолио имеет два режима отображения. Первый режим отображения проекты по тематическим категориям. Второй выводит все проекты в виде списка. По 8 проектов на экран. Внутренняя страница проекта оформляется в стиле проекта. Там может присутствовать цвет проекта и стилистические элементы. Страница имеет два раздела. Описание и процесс. Описание это чисто визуальная часть. То есть это картинки, чтобы привлечь. А процесс это, собственно, там может вставляться видео. И более подробное описание самого проекта. Раздел услуги. Имеют три подраздела. Которые в будущем могут дополняться дополнительными пунктами. Аналогичную структуру имеет также раздел «О нас». И «Контакты». Тоже в заголовках используется курсив. Кручивым разделом... А, также еще была создана мобильная версия. Адаптация меню складывается в сэндвич. Проекты выводятся по четыре штуки. И проект также методом «Скроула». Ключевым разделом сайта является «Workshop», который не является сторонним сайтом. При переходе на него происходит смена черно-белого оформления сайта на стилистику, которая будет характерна для тематики «Workshop недели». И на основном сайте и в данном разделе присутствует ключевой пастернаж на баннере. Он рамкой структурное наполнение главного экрана призвано связать оба направления студии. То есть сейчас вы увидите это более грамотно. Вот так вот все меняется. Да, то есть сюда у нас идет «Workshop», сюда у нас идет «Studio». На «Workshop» у нас появляется дополнительный цвет. Цвет, например, эта неделя посвящена неделе Ван Гога. Цвет – оранжевый. Либо это может быть мазки красные. То есть форму можно изменять. Я показала наиболее простейшее использование, чтобы затрачивать минимум сил на это. Также, ну, можно, естественно, делать более масштабные вещи. Вот. На этом все. Спасибо за внимание. Вас скорее, потому что ждало вас комментариев. Спасибо. 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 Чувствую закладку. Ставайте вопросы. Спасибо. А можно очень интересно слушать меня? Ну, просто я реализовываю этот проект. И, ну, как-то действительно хочется услышать со стороны человека. Все? Очень понравилось. Все. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо. Я вас жду. Спасибо.